Тем, кто ведет расчет с контрагентами в валюте или в условных единицах, Саби поможет правильно оформить документы и учесть курсовые разницы. В этом ролике мы расскажем, как добавить валютный расчетный счет, настроить учет в условных единицах, оформить покупку или продажу валюты, провести оплату, создать накладную, оформить декларацию по импорту, переоценить валютные остатки, проверить расчеты в валюте. Для расчетов с иностранными контрагентами вам потребуется открыть валютный расчетный счет. Добавьте информацию о нем в Саби. Перейдите в раздел «Банк» на вкладку «Расчетные счета». Кликните «Плюс». Введите данные расчетного счета, биг и номер. Саби сам определит вид валюты, укажет актуальный курс Центробанка и установит счет учета «52. Валютные счета». Нажмите «Сохранить». Готово. Никаких дополнительных настроек не требуется. Теперь вы можете создавать поступление или реализацию в валюте и проводить оплаты. Также у вас может быть заключен договор с российским контрагентом в условных единицах. В таком случае счета выставляются в валюте, а вы оплачиваете их в рублях по курсу Центробанка. Для ведения учета настройте расчеты в валюте вручную. В разделе «Параметры учета» на вкладке «Расчеты с контрагентами» включите этот параметр. Выберите, какую валюту использовать в документах. Сохраните данные. Для расчетов с контрагентами в валюте приобретите ее в личном кабинете банка. После загрузите выписку. В САБе появятся два документа. На рублевом счете – перечисление на покупку валюты. Проверьте, что указан верный тип операции. От него зависят бухгалтерские проводки. В поле «Кому» должна быть ваша организация и валютный счет. На валютном счете будет отражено приобретение валюты. Проверьте тип операции. В поле «От кого» должна быть ваша организация и рублевый счет, с которого списаны деньги за покупку. В документе уже указан курс Центробанка на дату платежа. А курс, по которому вы приобрели валюту, заполнится автоматически из назначения платежа. Вы можете изменить его вручную, если он определился неверно. Курс приобретения валюты отличается от курса Центробанка. Это отклонение САБе сам учтет в расходах. Когда вы продаете валюту, используйте операции «Перечисление на продажу валюты» и «Поступление от продажи валюты». Расчеты с контрагентами по валютному счету оформляются операциями «Оплата от покупателя» и «Оплата поставщику». Укажите ваш валютный счет. Заполните остальные поля, как обычно. САБе сам рассчитает сумму в рублях. При оформлении накладной укажите цены в валюте. Если договор с контрагентом заключен в условных единицах, выберите «Оплата в рублях». Добавьте наименование товаров и заполните сумму в валюте. Не забудьте связать накладную с платежкой. Рублевая сумма будет рассчитана автоматически по курсу на даты накладной. А в случае предоплаты – по курсу на день платежа. Когда покупаете товары у иностранных поставщиков, вы уплачиваете таможенный сбор, пошлину и НДС. Эти данные указываются в декларации. Чтобы включить их в себестоимость товара и принять к вычету НДС, создайте документ «Декларация по импорту». Введите номер документа из декларации на товары, название таможенного органа и размер уплаченного сбора. Выберите поступление, созданное ранее. Саби заполнит данные о товарах. Укажите таможенную стоимость из декларации на товары. Процент пошлины и ставку НДС. Суммы рассчитаются автоматически. Нажмите «Сохранить». Саби сам создаст счет-фактуру. Проведите документ. Готово. Расходы включены в себестоимость товара. Не забудьте связать декларацию с уплатой в таможенный орган. В бухгалтерском учете и отчетности все суммы отражаются в рублях. Чтобы правильно рассчитать валютные остатки, ежемесячно проводите переоценку. Саби сам отследит курс Центробанка и сформирует курсовые разницы. В разделе «Операции. Закрытие месяца» создайте документ «Переоценка валютных средств». Укажите месяц и нажмите «Провести». Саби пересчитает активы и обязательства по официальному курсу на эту дату. А также сформирует удобную справку «Расчет». Вы сможете узнать, как была произведена переоценка. Для проверки расчета курсовых разниц, постройте карточку счета 91. Рекомендуем создавать документы в учете последовательно. Если вы оформляли их задним числом, перепроведите все последующие валютные операции. Чтобы проверить расчеты в валюте с конкретным контрагентом, постройте отсверки. А если нужно посмотреть все операции с валютными суммами, оборотну ведомость. Вести учет валютных операций легко, когда у вас есть Саби.